Какая честь выступать в свою представительную аудиторию, да еще по столь интересной теме. Но поскольку здесь прозвучали слова «экономические показатели», здесь я по образованию статистику, это мое больное. Просто процитирую одного из умнейших людей Государственной Думы. Есть такой Андрей Николаевич Макаров, председатель Кремитета и Бюджета Магалей. Он сказал, что после того, как мы подчинили расстатки эконом-развития, то есть подчинили ведомству, которое планируют, ту организацию, которая проверила, правильно планировала или неправильно, нам был причем любые показатели. Что у нас случилось сейчас, буквально последний месяц? Этой весной промышленность начала довольно серьезно развиваться. Хуже, чем хотелось бы, но намного лучше, чем было до этого. Не только в военной свете. А резко выросли инвестиции. Возникла угроза того, что реальный сектор отворечет от себя инвестиционные ресурсы из финансовых спекуляций. Соответственно, это было расценивано нашими уважаемыми финансовыми спекулянтами как прямая и явная угроза. И представители финансовых спекулянтов, которые управляют нашей экономикой от имени НАРТО государства, были вынуждены решать эту задачу. Как придушить экономику так, чтобы она не создала угрозу лишить финансово-инвестиционных секторов, имеющихся у него ресурсов? В результате сначала в народном месте обвалили рубль, потому что Банк России, раз действительно курс рубля определяется рыночными силами, соотношением спроса и предложения, просто Банк России определяет всецело и спрос, и предложение, имеющиеся у него инструменты. А дальше они уже сами приступают. Банк России сначала обвалили рубль, потом на основании этого задавал национальную ставку и будет созервать ее дальше, чтобы удушить реальный сектор российской экономики, чтобы не долгать российской промышленности, оставлять общество, создавать рабочие места, производить налоговую базу, а для того, чтобы ресурсы не отвлекались от финансовых спекуляций. Такова ситуация на сегодняшний день. Они будут продолжать это дело дальше, эффективно, как они это дело умеют. Тут возникла идея фануара окропить Банк России святой водой и изгнать бесов, но тогда возник вопрос о том, что там останется и о том, что там будет работать. Идеология, как я понимаю, определяет, зачем обществу существует, какие цели, для чего оно предсобождает. Мы находимся в трагической ситуации, когда идеологии общества и идеологии, управляющие системы, различаются диаметрами. В обществе сложился идеологический синтез еще в конце 90-х годов, и правительство Кремлогово было первым длинном этого синтеза, а окончательно наглядывалось в президенте Путине, когда социальные и патриотические ценности были объединены обществом, стихийно, этот синтез произошел стихийно, и туда же были увлечены демократические ценности, но не как самоцель, а как инструмент для достижения ценностей, с одной стороны, социальной защиты, с другой стороны, решения достижения патриотических идеалов. Жилье характера российского государства на фоне этого синтеза не изменилось. Как он сложился еще в недрах Советского Союза, как машинка по раздравлению Советского Союза, так оно продолжило свое функционирование, и, насколько явно обсудить, это моя гипотеза, разумеется, продолжает функционировать и по сей день. Потому что сегодняшнюю социально-экономическую политику, как и вчера, исходя из другой гипотеки, любого у меня объяснить не получилось. Это очень сложный процесс, когда закончили грабить материальный капитал, это был дефолт. Потом, значит, в 2003 году деньги Чубайса привели к тому, что начали грабить организационный капитал, это была реформа «Раудия с Россия». В 2005 году начали грабить социальный капитал, это была монетизация льготы Будоевской, и последующая реформа в 2018 году, повышение пенсионного вывоза показало, что ресурс исчерпан. Сейчас он исчерпан совсем, потому что не только, я говорю, границ этого нечего, но и вывозить ставок особо нет, потому что на Западе, в так называемых «фишенебельных странах», деньги тоже находятся в нервной запасности. Но при этом машинка продолжает работать. Если вы обратили внимание, для того, чтобы стабилизировать военными рынками, достаточно ограничить вывоз капиталов из страны, но это является абсолютной священной корой. Это сама мысль об этом, само обсуждение этого всерьез абсолютно недопустимо. Наха надежда на оздоровление государства связана с тем, что нам удастся разбудить в нём инстинкт самосохранения и привести его идеологию в соответствии с идеологией общества, сделать его созидателем, а не разрушительной для России. Пока это не удается, пока это не получается. Но выбор у нас очень простой. Если мы не сумеем побудить инстинкт самосохранения в государственном организме, а государство – это организм, а не механизм, то мы погибнем, все под его милинами, и никаких иллюзий здесь ни у кого быть не должно спрятаться, не удастся, бежать некуда. Товарищ Фридман, я думаю, вернулся не случайно, потому что он предельно осторожный человек, по нему в передачи не могут быть неприятности, но одеваться ему, судя по всему, стало совсем некуда. Это такой знак очень серьезный. Что делать? Понятно, жалко, что Сергей Юрьевич Гвардев не смог участвовать, потому что он это рассказывает примерно с 1992 года, но это дело совершенно понятно. Прежде всего, необходимо обеспечить честность, внутреннюю честность правил государства. То есть необходимо прекратить вывод, как пыталась страна, потому что страна живет с разорванными артериями. Мы находимся в конфронтации с Западом и подпитываем его сотни миллиардов долларов каждый год. В этом году будет поменьше, но только потому, что у нас этих долларов оказалось сильно меньше. Так мы продолжали бы подпитываться дальше. Необходимо провести девушеризацию по-честному, потому что мы облегчаем девушеризацию для тех, кто и так хочет вернуться, но для тех, кто не хочет возвращаться, если кто хочет управлять Россией, исходя из интересов, не соответствующих России, не имеющих к нам отношения, пожалуйста, никакого принуждения к нему не осуществляется. И вот на следующей неделе Госдума отвергнет очередной законопроект на эту тему. Потому что с точки зрения критически значимой части государственного правления, сверхприбыль Запада, которого они зарабатывают здесь, важнее в крови наших солдатной лица. Это проявляется в тысячах, так сказать, действий, в том числе в отказе от примудительной девушеризации российской экономики. Необходимо запретить внутреннюю миграцию капитала и в легальных сферах криминальных через обналичку денег, которое осуществляется по эмерических масштабах по-прежнему. Понимаете, когда заместители министра цифрового развития задерживают за взятку, которую он берет в кэши, понимаете, на месте наших цифровизаторов я почувствовал бы себя скоркоскорбленным. Потому что это просто недоверие высоким технологиям. Нет, дальше нам необходима налогово-таможенная революция. Потому что все налоговое, все таможенное регулирование направлено на усугубление положения России как экономической колонии. То есть как страны, которая выводит сырье и стоит с протянутой рукой, позвольте мне прикупить кусочек продукции, произведенного из моего сырья. Если вы мне разрешите это купить. То, что мы осуществляем разворот на восток, сегодня мы видим, что это просто попытка смены одной метрополии Запада на другую, на восток или на глобальную юную. Простите, но с жизнью эта политика несовместима. При этом любая попытка хоть как-то изменить ситуацию приводится к тому, что, как сказал будущий министр энергетики, государственная дума, сейчас первый заместитель министра энергетики, он сказал, что, знаете, нельзя, чтобы у России была дешевой нефть, потому что тогда мы не сможем контролировать качество азота. Это ряд уровней государственного правления федеральского уровня сегодня. Это люди действительно так мыслят, исходя из этих соображений, правляет государство. Потому что разграбление – дело простое, и люди, и поколение правленцев в его процессе, в общем, снижают свой эллектуальный потенциал, а не больше. Необходимо снизить издержки экономики, потому что если все ваши силы уходят на то, чтобы расплачиваться с кредитом из ЖГХ, то вы не сделаете ничего сложного. Значит, нужно снижать издержки, значит, нужно ограничивать производство макополий, значит, сырье должно быть дешевое внутри страны, что бы ни говорил будущий министр энергетики, как я могу положить. Но, простите, для этого нужно национализировать базу взводов, потому что тогда они должны работать не на завышение цен, а на их заближении и, грубо говоря, должны работать с унобием. Наверное, наконец, нужно гарантировать прожиточный минимум, потому что я достаточно часто спрашиваю, братья, я довольно откровенный, разговаривал с людьми, а чем вы отличаетесь украинским фашистам? Они нас хотят убить, а вы нас убиваете сейчас, извлечь свои политики, вот пойдемте посмотрим на нашу медицину, пойдемте посмотрим на наше образование, пойдемте посмотрим на наших детей, сколько из них здорово. Но я нахожу ответ, да, но понятно, что это пропадали. Понятно, что когда такой вопрос возникает, то это уже люди не слышат никакие аргументы, потому что вопрос уже есть ответ. Это отношение к российской государственной власти. Если кто-то соскучился по 917 году, то мы сейчас летим туда на всех парадах полным уходом. Только у нас она будет не с большевичками, а у нас она будет с замечательным государственным миром, которым мы так переслили. Я знаю, у вас в Питере не очень это сильно заметно, но у нас это заметно очень сильно. Смена этнического состава. Потому что задача государства заключается в том, чтобы с горнями. Естественно, она неосознаваемая, она стихия, она решается эффективно, как все реальные цели у нас решаются эффективно. Заменить в носителей культуры, которые рассматривают коррупцию как преступление, в носителей на культур, которые рассматривают коррупцию как нормальную, бездругую транзакцию. Они тоже неплохие, просто у них кормят социальную катастрофу. И мы туда идем в полном уходе. И молодежь у нас одна и в среднем. Если мы не будем решать существующие проблемы, то, имея огромный приток мигрантов, мы заблокируем себе окончательно, целиком и полностью, возможность технологического прогресса. Вот зачем экскаватор, когда мне приведут 10 копателей, и они мне прекрасно все выводят, без всякой техники, и без всяких условностей, и это еще и дешевле. Вот и гораздо проще. И технологический процесс блокируется. Условия массового предложения, уже не дешевые, а по крайней мере не квалифицированные рабочие силы. Если эти проблемы не решать, если исходить из прежней идеологии, что главное – это здесь награбить то, что осталось от прошлой цивилизации, вывести к решенебельную страну, ну в Дубае уже, не в Лондон, а в Дубае хорошо, сделать шаг навстречу патриотизму, это приведет к нашей свадьбе. Не к какой-то 40-й стране, к нашей свадьбе. И люди, которые думают, что никуда в саду бежать, и где-то в саду спрятаться, не ошибаются – это не получится. Потому что сейчас, повторюсь, не 917-й. Тогда удалось, а сейчас… Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо.